Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Мой сегодняшний рассказ о колхозе имени Горького Уренского района и о новом животноводческом комплексе, который в этом сельхозпредприятии недавно построили. И это хозяйство, и этот животноводческий комплекс вполне можно назвать уникальными. Почему? Об этом вы узнаете, посмотрев мою сегодняшнюю программу. На этом животноводческом комплексе уникально все, начиная от компоновки оборудования и заканчивая удалением навоза. Хотя внешне он похож на большинство современных комплексов по производству молока. Неспециалист, скорее всего, даже не заметит разницы. Секреты здесь в деталях, в индивидуальном подходе с учетом особенностей хозяйства. Вот с этих особенностей колхоза имени Горького Уренского района я и начну рассказ. Чтобы в дальнейшем было более понятно, почему именно так, а не иначе, был построен этот комплекс. Увлеченый по черной грамоте, это такая. Главной особенностью колхоза имени Горького является его руководитель. Борис Иванович Рыбаков возглавляет это хозяйство 46 лет. Случай уникальный и единственный в Нижегородской области. Нет у нас в регионе другого такого агропромышленного предприятия, где руководитель не менялся бы почти полвека. Кстати, это по-прежнему колхоз. Именно так значится в официальных документах. Добавлю, это самый передовой колхоз среди всех северных районов Нижегородской области. За последние полвека здесь не сократили ни одного гектара пашни, ни одной коровы. Здесь всегда есть работа всем желающим. Мы сохранили кадры механизаторов, мы сохранили кадры животноводов. Но и до 90-го года мы начали предвидеть то, что будут люди преклонного возраста уходить на пенсию. А чтобы их заменить, в колхозе требовалось жилье. Мы покупали дома в колхозе, которые шли под продажу и строили жилой фонд. И вот когда по области пошла, значит, начали рушиться районы вокруг нашего района, в частности вокруг нашего колхоза, наши люди стали уходить на пенсию. И мы при наличии свободного жилья смогли приглашать людей, кто покидал свои, так сказать, рабочие места. И у нас как бы произошла ротация, значит, незаметно для производства, без ущерба для производства. Кадровый вопрос самый острый на селе. Не проблему увеличить посевные площади. Купил еще один трактор, еще один плуг, сейлку, вот тебе и расширение площадей. Но только при условии, что есть в хозяйстве, кого на этот еще один трактор посадить. А если трактористов не хватает, то вместо трех тракторов покупают один, но очень мощный. Тогда и тракторист нужен всего один. Не проблему увеличить поголовье коров? Нет, конечно, определенные проблемы есть, но можно взять кредит, построить еще одно помещение, за счет своего же приплода добавить коров, но только при условии, что найдутся в селе доярки. Коров-то доить надо, а народу на селе все меньше. Тогда, чтобы не сократить, а в идеале даже увеличить производство молока, идут по тому же пути, как и в примере с трактором. Строят принципиально другую, автоматизированную животноводческую ферму, где коров столько же, а доярок нужно меньше. Вот именно этот путь на интенсификацию и выбрали в колхозе имени Горького. Идея строительства нового комплекса витала давно уже, наверное, в 2008 году, в 2009 году, когда у нас совхоз Ждановский построил свой первый комплекс. Но в то время в стране настал кризис, и мы не успели приступить. Может, с одной стороны, это хорошо, что мы не ввязались в стройку, но с годами было видно, что те дворы, которые были построены в 1975-1980 году, они уже тоже приходят в негодность. Это первая проблема. Выработали свой ресурс. И второй кадр, как везде на селе, мы видим ту проблему, что когда-то проблема с кадрами будет. И когда в нашей области появилась программа о поддержке животноводства, мы уже тут твердо решили, что надо этим воспользоваться, на строительство новых дворов, молочных, стали давать дотационные деньги, и мы на этот вопрос решились. Новый животноводческий комплекс строили 4 года. Долго, другие вон за год строят, но не хотели брать кредиты. Строили все за свой счет. Сначала построили первую очередь, потом подождали, подкопили денег и продолжили строительство. Мы первый кредит взяли только на приобретение молочного оборудования, а все остальное строили за счет собственных средств. Весь этот комплекс. Это все они удаются, как это мы без кредитов построили этот комплекс. Правда, он шел, строили все, шло его долго, но было трудно, но мы не влезли в кредиты. Мы платим зарплату день в день, мы платим все налоги, никаких долгов мы не имеем. Ну и последний кредит, который мы взяли на приобретение нового скота, племенного скота. Но опять-таки мы попали под программу, что 40% от покупки племенного скота область нам обещают вернуть. Если б не областная программа поддержки животноводства, то, возможно, и не решились бы на столь масштабное строительство, говорит Борис Иванович. Но деньги на это дело область выделила солидные, потому затягивать не стали. Понимая, что программа поддержки молочной отрасли вечно продолжаться не будет. И надо успеть ей воспользоваться. Значит, по первой программе мы получили 26 миллионов рублей, по второй программе 73 миллиона рублей. При общей стоимости этого комплекса 370 миллионов, это где-то одну треть мы получили от государства. Кстати, стоимость строительства подобных комплексов в других регионах страны была примерно раза в два больше. Здесь тоже сказался жизненный опыт руководителя колхоза имени Горького. За счет чего хозяйству удалось сэкономить сотни миллионов рублей и какие новинки были внедрены на новом животноводческом комплексе. Об этом сразу после рекламы. Продолжаем программу. Напомню мой сегодняшний рассказ о колхозе имени Горького Уренского района и о новом животноводческом комплексе, который в этом хозяйстве недавно был построен. Что уникальному в этом комплексе? Какие новинки были внедрены при его строительстве? Об этом прямо сейчас. Колхоз имени Горького живет исключительно за счет молока. Продовольственное зерно здесь не растет из-за суровых погодных условий. Фуражное зерно смысла нет продавать, цена низкая. Выгоднее скормить его своим коровам и получить побольше молока. Если сейчас мы даем по старой технологии 15-16, бывает 17 тонн, то здесь планируем, вот танки мы поставили на 30 тонн. Просто нам литр молока дается значительно дороже и труднее. У нас, вы прекрасно знаете, что весна приходит на две недели позднее, а осень на две недели раньше. Но чисто за счет трудолюбия, интенсивной работы наших механизаторов, животноводов, мы добились вот этих результатов. Сергей Рыбаков в поисках оптимального для их хозяйства проекта животноводческого комплекса объехал половину Европы и всю Россию. Изучил множество различных вариантов, технологий, оборудования. Но наиболее подходящий нашел в Поволжье. Базовое это было Саратов, а дальше уже смотрели, где что можно, или модернизировали, или совершенствовали. Наиболее подходящую систему навозоудаления увидели в Челябинской области. Напольные покрытия в Германии. Вот так, с миру по нитке, и собрали для себя оптимальный вариант. И начали строить. Наша задача основная была, как можно компактнее построить на ограниченной минимальной площади. Нам это удалось. На 9 гектарах мы построили полный комплекс выращивания от теленка до взрослой коровы дойной. Комплекс на 1200. Компактно разместились. Если вы видели, то вся логистика продумана. От кормозаготовки, подвоза и до раздачи кормов и вывоза и утилизации навоза. Второе, что мы, какой цель преследовали, максимальная локализация отечественного оборудования. До 70% здесь всего оборудования, это отечественного производства. Начиная от металлоконструкций, ограждающих конструкций, сэндвич-панелей, но бетонные работы. Вот вы видите стойловое оборудование. Это все отечественного производства. То, что мы не могли подобрать отечественное, уже выбирали лидеров, скажем так, среди зарубежных поставщиков, чтобы за вменяемые деньги мы получили то, что мы хотели получить технологически. Все, что покупалось на этот комплекс, от стройматериалов до оборудования, приобреталось исключительно по тендеру. То есть объявлялся конкурс, и кто предлагал наиболее выгодные условия, те и становились поставщиками. Так удалось сэкономить десятки миллионов рублей. Что самое интересное, экономический кризис в этом вопросе пошел только на пользу. Я думаю, что сейчас многие просто в ожидательную позицию заняли. Хотя я считаю, что в кризис нельзя снижать активности. Наоборот, в кризис самое время как бы обновляться, потому что поставщики идут на беспрецедентные уступки, строители. В обычное время трудно строителей уговорить снижать цены. А в кризис все готовы, дабы выжить, идти на разумные цены. Поэтому, возможно, и получился такой проект недорогой и эффективный. Ну что ж, давайте пройдем по новому комплексу и узнаем, какие же новинки здесь внедрены. Наверху световой конек. Это сейчас уже используется традиционно для лучшего освещения. Но под этим коньком нет вентиляционной щели. Вместо нее вентиляционные шахты с принудительной вентиляцией. Летом уже, когда на улице большая температура, обмена воздуха нет. Поэтому мы поставили принудительные шахты. И шторы, если летом на улице плюс 30, шторы закрыты, бетон все-таки холодный. Запах вытягивается. А здесь более комфортная обстановка. Вообще климат внутри этого помещения круглый год одинаковый. За этом следит электроника, которая берет в учет не только температуру и влажность внутри помещения, но и погодные условия на улице. Стоит метеостанция на крыше. И в зависимости от скорости ветра, от направления ветра, от температуры внутри датчики висят шторы, автоматически они надуны или отпускаются, или поднимаются. И здесь должна быть постоянная температура. Навоз с фермы удаляется автоматически цепным дельта-скрепером. Но это тоже сейчас не новинка. Дельта-скреперы сейчас почти на всех новых животноводческих фермах устанавливают. Но ключевое слово здесь – цепной. Почему именно цепные? Менее подвержены, скажем так, обрыву от тросовых. И менее затратны в обслуживании, нежели гидравлические. Потому что гидравлические все-таки требуют обслуживания. Например, бочка масла на сегодняшний день стоит колоссальных денег. По навозу удаления, там интересная система применена. Две лагуны по 15 тысяч тонн. С возможностью до километра в перспективе выкачивать навоз непосредственно на поля по трубопроводу. Освещение на комплексе светодиодное. Причем со специальной световой температурой. Наиболее комфортной для коров. За счет этого снизили затраты на освещение примерно в 5 раз. Освещение комплекса, оно важно для именно животных. То есть минимальная должна освещенность быть 200 люкс на кормовом столе. Освещение дает снижение выработки гормона мелатонина. Что приводит, в общем-то, к повышению удоев. И показатель воспроизводства до 5% повышает. Это первое. Второе, что мы преследовали, это использовать дармовую энергию, условно говоря, которая выделяется на холодильном оборудовании, чтобы повторно использовать на нагрев воды для паения и для нагрева воды для технологических операций, промывки. И промывки дойного оборудования, холодильного оборудования и всего технологического оборудования. Система рекуперации, то есть повторного использования уже выработанной энергии, это, пожалуй, самое интересное на этой ферме. За свой короткий путь по трубе к танко-охладителю молоко охлаждается дважды. Сначала артезианской водой до 15 градусов, а затем с помощью льдогенератора до 4, причем практически мгновенно. И в танке-охладителе молоко уже не охлаждается, а просто поддерживается постоянная температура 4 градуса, что значительно экономит электроэнергию. А артезианская вода, которая охладила молоко, но сама нагрелась до тех же 15 градусов, идет в поилку к коровам. Но это еще не все. Моторы и компрессоры, которые работают на охлаждение молока, сами довольно сильно нагреваются. За счет этого тепла до 70 градусов нагревается вода, которая потом идет на промывку оборудования, что также экономит значительную часть электроэнергии. Вся стоимость дополнительно затраченной на те же рекуператоры и стоимость светодиодных фонарей окупается в среднем за 2-2,5 года только за счет экономии электроэнергии. А дальше идет дополнительная прибыль для хозяйства. Скачки электроэнергии и даже многодневные отключения электричества этой животноводческой ферме не страшны. Здесь предусмотрены несколько степеней защиты. Первое, оборудование защищено источниками беспребойного питания, что позволяет в случае аварийного выключения электроэнергии не сбрасывать на высокотехнологичном оборудовании напряжение, что исключает скачка резкого. А второе, на улице вы видели, у нас стоит дизель-генераторная установка, которая круглогодично автоматически подключена к системе электроснабжения. То есть там есть система подогрева дизеля. То есть любое аварийное отключение, через 30 секунд заводится дизель, и все самые важные оборудования для жизнеобеспечения комплекса питаются дизельным генератором. Но и самое главное, этот комплекс решает в хозяйстве самый больной вопрос на селе – кадровый. Максимум будет работать на 1200 голов 25 человек. Пока тоже утверждать не будем. Будем стремиться, чтобы минимизировать. Нет, людей увольнять никто не собирается. Старые животноводческие фермы в хозяйстве тоже останутся и будут действовать, пока здесь в хозяйстве есть кому на них работать. А потом постепенно вместе с естественным уходом людей на пенсию их закроют. Но это в перспективе, для которой этот комплекс и построили. Пока же в колхозе Горького есть работа для всех желающих. Если вести так сельское хозяйство, как мы сейчас его ведем, и так дальше развиваться, у меня тут никто не оплачется. Я вам должен сказать, денег мало. Денег никогда много не бывает. Если зарплата 22,5 тысячи за 15-й год вышла среднемесячно, все равно, говорят, мало. И мы это понимаем под нашему труду, что наш механизатор, наши животноводы сам вкладывает. Мы говорим, что сам спуском, когда увеличится денег, так сказать, оборот, что зарплата будет повышаться. И надо прямо сказать, вот за последние 3-4 года мы зарплату каждый год увеличиваем на 3 тысячи рублей в год. С 17-18 она дошла до 22 тысяч с половиной. Среднемесячная зарплата. У механизаторов от 20 до 25 до 30 тысяч. У девушек, у тех, кто работает в животных, у дояра, до 36 есть такие, которые 36 тысяч в среднем годовой. Я думаю, что, значит, так, как мы ведем сейчас работу в сельском хозяйстве, сам, значит, так жить можно будет. Сельским хозяйством можно заниматься и на севере области, чему наше хозяйство пример. При должном подходе, при подсчете каждой копейки, при рациональном использовании, при трудовой дисциплине, чтобы все делали одно дело. То молоко – это все-таки бизнес прибыльный. Программа «Земля и люди», которую вы сейчас смотрите, скоро исполняется 20 лет. И все эти 20 лет я езжу по селам Нижегородской области, рассказываю о деревенской жизни, о людях села, о сельскохозяйственных предприятиях, но многое остается за кадром, не попадает в эфир. Например, остаются за кадром различные смешные деревенские байки. И вот буквально на днях ректор Нижегородского государственного инженерно-экономического университета Анатолий Шамин, послушав в моем исполнении несколько таких байек, предложил мне в рамках программы «Земля и люди» сделать рубрику, которую так и предложил назвать «Деревенские байки». И вот сейчас премьера этой рубрики «Деревенские истории» в моем изложении. Дядя Вася и дядя Петя друг друга терпеть не могли. Вражде их было? Да они даже не помнили, сколько лет было их вражде, и почему они враждовали. Но в соседях так нередко бывает, а дядя Вася и дядя Петя были соседями. Они постоянно что-то делили. Межу между огородами, траву позади огорода, забор, колодец, дерево, и не упускали возможности подложить друг другу мелкую пакость. Как-то вечером дядя Вася, выпив по поводу хорошего вечера, и взглянув в окно на дом соседа, увидел, как дядя Петя посеменил за двор в сортир. И тут его осенило. Дождавшись наступления темноты, дядя Вася взял пачку дрожжей, перешел границу участков, и, пробравшись под покровом ночи к сортиру соседа, раскрошил дрожжи аккурат в очреву туалета. Утром соседа ждал сюрприз. Содержимое туалета поднялось, как на дрожжах, и потекло наружу. Дяде Пете в срочном порядке пришлось строить новый сортир, а дяде Васе дали полгода условно за мелкое хулиганство. Герои все те же. Дядя Вася и дядя Петя – заклятые соседи. Один из них работал в местном колхозе, а другой в колхозе, который в райцентре был за 10 километров. Местный колхоз к середине мая уже отсеялся, и народу дали пару дней отдыха. А райцентровский колхоз еще сев продолжал. Потому дядя Петя дома картошку сажал, а дядя Вася в поле зерновые сеял. Середина дня, время к обеду. Севцы рассуждают, что неплохо бы к обеду бутылочку взять. Да где ж ее возьмешь? На сезон полевых работ председатель строго-настрого запретил местным алкоголь продавать. И тут дядя Вася говорит, у меня дома самогон есть, но ведь это 10 километров, на чем бы съездить? А вон вертолетчики стоят. Может, они свозят? Предложил коллега. Ну, посмеялись, а мысль-то уже работает. В общем, через 10 минут пошли делегации к вертолетчикам. Мужики, есть 3 литра самогона, свозите, делим пополам. Ничто человеческое вертолетчикам было не чуждо. Дядя Петя необычный звук сразу услышал. Сначала на трактор с оторванным глушителем подумал, но потом быстро вычислил, что это вертолет летит. Поднял голову посмотреть на винтокрылую птицу, да заодно передохнуть от лопаты. Через пару минут он насторожился. Вертолет шел прямым курсом на его дом. Еще через минуту вертолет завис над ним и стал снижаться. Бежать времени уже не было. Дядя Петя упал в борозду и приготовился к самому худшему. Вертолет приземлился буквально в 10 метрах от него. Окопавшийся в борозде, дядя Петя видел, как из вертолета выпрыгнул его сосед и побежал к себе домой. Через минуту он также бегом вернулся с большой сумкой. Вертолет взмыл в небо и улетел, унося в своем чреве заклятого соседа. Через 5 минут уже ничто вокруг не напоминало о происшедшем. Вот только фуражку свою, сдутую с головы ветром от винта вертолета, дядя Петя так и не нашел. А в тот же вечер вертолетчики и севцы стали закадычными друзьями. Вот такая деревенская байка. Мне бы хотелось услышать ваши отзывы об этих деревенских историях. Стоит продолжать эту рубрику в рамках программы «Земля и люди» или не стоит? Был вам интересно послушать эти деревенские истории или не очень? А может быть, кто-то из вас пришлет свою подобную деревенскую историю. Пишите. 603-950, Нижний Новгород, улица Белинского, 9А, ННТВ, программа «Земля и люди». Мне, Николаю Таланову. Ну, а на сегодня у нас все. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»